Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Александр Ананьев. Это программа «Вопросы Неофита». Каждый понедельник в одно и то же время я задаю не всегда стройные, не всегда умные, но всегда искренние вопросы Неофита тем золотым людям, которые появляются здесь, в светлой студии Радио Вера на Андреевской набережной. Сегодня будет очень непростой разговор. Непростой для меня. И вот как мы выяснили до того, как включились микрофоны, он будет непростым и для моего сегодняшнего собеседника. Хотя сказать, что мы находимся в разных весовых категориях в отношении Священного Писания, в отношении духовной жизни, в отношении духовного роста, в отношении близости ко Христу и Его заповедям, это ничего не сказать. Мы буквально на разных концах этой бесконечно длинной линейки. Разрешите представить моего сегодняшнего собеседника, исполняющий обязанности настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги в Черемушках, что тоже важно, поскольку сегодня мы будем говорить о том, почему мы все дураки такие не лечимся, ответственность за богослужение в храме иконы Божьей Матери Умиления при научном центре судебной и социальной психиатрии имени Сербского, протоиерей Владимир Быстрый. Отец Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, наверное, раз уж такой вопрос прозвучал, давайте мы с вами построим программу «Стройно». Мы этим вопросом начнем, а потом этим вопросом закончим уже в свете того, что прозвучит. Почему мы все дураки такие? Ой, да, вопрос, как говорится, не в бровь, а в глаз. И каждый день его задаешь себе утром, днем и вечером. И вот вы и говорите, так сказать, польстили мне о том, что мы на каких-то разных, так сказать, этих концах, сторонах. На самом деле расстояние не такое большое. Ну, это бесконечность, потому что вы же рукоположены. Вы в нескольких рукопожатиях от апостола. Нет, нет, вы знаете, это, в общем-то, апостол Павел говорил, что все царственное священство род избран, да, то есть все христиане царственное священство. Священник, ну, вот, да, конечно, он исполняет определенные, ну, и так, простите за грубость такую, как говорится, функции какие-то, да. Вот, ну, это естественно, да. И, конечно, апостольское, ну, апостольское на всех лежит, потому что апостолы приняли Духа Святого, да, и передавали этот Дух Святой путем, так сказать, рукоположения, миропомазания всем, не только священникам, но и всем христианам, да, которых крестили. Мы же крестились все и приняли Духа Святаго в таинстве миропомазания. Поэтому, конечно, на нас на всех лежит такое вот апостольское благословение, собственно, что Господь и сказал апостолов, да. «Идите, научите все языки крестящих во имя Отца и Сына и Сына Духа». Что касается, конечно, духовного какого-то роста, то, ну, действительно, вот чем как-то дальше жизнь течет, тем понимаешь, что, в общем-то, особо никуда не продвинулся. И это, кстати, большая проблема. Вот многие приходят на исповедь, да, вот люди, которых я знаю, там уже 30 лет, например, да, и иногда просто в панике, в ужасе говорят, что же такое происходит. Мы молимся, молимся, мы, там, читаем Евангелие, мы исповедуемся, пречаемся, а ничего не происходит. Ничего не происходит. И задаешь вопрос, а что... Вначале я смущался, кстати, этим вопросом, да, потому что, ну, как бы, ну, так, принцип такой, что, ну, ты какое-то приложил какое-то усилие, да, ну, и вот, там, готовишься к экзамену, сел, выучил учебник, да, прочел конспект лекции и сдал, там, на четверку, пятерку, тройку, там, неважно, как выучил. А что же здесь происходит? Вот, а потом, конечно, смущение, это такое ложное смущение, да, потому что, а что, вопрос такой, а что мы хотим, чтобы произошло с нами после молитв, там, причастия, чтобы мы что, действительно, как, там, Мария Египетская во время молитвы поднимались, там, на локоть от земли и ходили по воде, или, там, что мы хотим от этого, от нашей, так сказать, такой духовной жизни? Если это вопрос? Это такой, ну, как бы... Я могу сказать, чего я хочу? Да, вот это будем считать. Я хочу просыпаться в радости, проживать день в радости и засыпать с благодарностью. И я хочу, чтобы у меня не было никаких сомнений в том, чтобы по окончании жизненного своего пути я встречу Бога и посмотрю Ему в глаза, и мне не будет повода сгореть от стыда. Ну, мне кажется, что это несколько разные вещи. То есть мы... Всё-таки, ну, вера у нас есть, у нас есть вера, да? Какая-никакая, но у нас есть вера. Вот, в частности, вера в то, что мы, ну, так сказать, всё-таки как христиане, как православные христиане, мы по милосердию Божию, всё-таки, ну, так сказать, имеем право надеяться на то, что Господь нас примет к себе. По милосердию Божию. Вот. Это основание нашей веры, и потому что Господь об этом говорил, да? Вот. А насчёт засыпания и просыпания в радости какой-то, да, тут уже дело такое, так сказать, сложнее, потому что, ну, радость, она бывает, как говорится, разная. То есть радость, это не обязательно какое-то... Что мы подозреваем под радостью? Ну, понятно, что это не смех какой-то безудержный, да? Это вот просто какое-то внутреннее чувство, да? Чувство какое-то, там, не знаю, там, спокойствия, уверенности, там, ну, вот в таком роде, да? Вы знаете, я рад, что вы уточнили. Здесь я, наверное, должен пояснить, что я имею в виду под радостью. Недавно разговаривал с одним замечательным священником, и он сказал вещь, знаете, иногда какие-то вещи очевидные и понятные, но вдруг до тебя доходят неожиданно. И ты такой, вау, круто, так вот ведь оно как работает. И это замечательно. Мы говорили о смирении. Я всегда, ну, как-то внутренне все равно воспринимал смирение как безволие, как отрицание собственной значимости, собственной ценности. Мол, ударили тебя по щеке, и ты такой, а, да, конечно, ну, и мне же смирение, и вот пошел как этот оплеванный. Так вот, нет, смирение — это обратная, ну, не обратная противоположность гордыне, да? Смирение — это когда ты понимаешь, что ты все сделал, что должен был сделать. Ты предпринял все шаги, ты предпринял все возможные усилия. Ты абсолютно спокоен, что, в общем, нет ничего такого, что ты мог бы исправить. И дальше ты спокойно и радостно говоришь, ну, слава богу, значит, я сделал все, что надо, все остальное мы отдаем богу. И ты не переживаешь. Человек в смирении находится в радости и в благодарности. Ход рассуждения абсолютно правильный, да? Но беда в том, что, наверное, все-таки так вот говорить о том, что я сделал все, что мог, да? Вот вы, опять-таки же, видите, у вас прозвучало, что сделал, и вы сказали еще, что попытался сделать, как бы, да, так сказать, вот все-таки тоже разница, да? Какие-то, как бы, наши намерения, да? Вот, которые, как известно, и Господь их тоже целует, да? Благие намерения. Вот, и то, что я сделал. Потому что, увы, ну, мы имеем намерение, мы не всегда можем это сделать во всей полноте, во всяком случае. То есть мы делаем что-то такое, но не в полноте. Вот, это я просто как бы немножко градус такой оптимизма понижаю, да? Вот, и, ну, и дальше, конечно, вы правильно абсолютно говорите, что вот после этого наступает такое чувство, что, да, действительно, теперь делает Господь. Теперь делает Господь. Вот это и есть блаженный нищий духом, да? Блаженство нищий. То есть нищий, когда действительно у меня ничего нету, кроме чего? Кроме Господа. Кроме Господа. Но это, вы знаете, это тоже, так сказать, до этого дойти очень ощущение, очень чувство состояния, точнее говоря, очень тяжело. Вот, и... Не совсем понимаю, что, значит, у меня ничего нету, кроме Господа. У меня есть я, но надо мной Господь, и от меня тоже много что зависит. Понимаете, здесь вот, наверное, такое возник, должно, возникает такое чувство, когда, как бы, человек становится таким, как бы, голым, да, абсолютно голым, то есть без всяких человеческих каких-то вот, там, каких-то желаний, мыслей, хотелок, сомнений, там, и так далее, и так далее. И вот, как бы, вот такое вот, ну, вы правильно сказали, что такое вот собственное я, как бы, оно возникает. Ну, я не в смысле вот ячества какого-то, и там, самолюбие, себялюбие, там, да, и... Вот, а именно вот просто, когда я остаюсь один на один с собой, да, когда мне уже ничего не мешает, вот, потому что нам мешает, очень часто мешают вот именно наши какие-то жизненные вещи, да, которые, которым мы все равно, все равно как-то зависим от них, да. И вот, когда я остаюсь наедине сам, самим с собой, почему важно одиночество и молчание, да. Вот, как одна из добродетелей, которым стремятся, так сказать, да, подвижники, это одиночество и молчание. Потому что все, так сказать, как-то вот отходит на второй план, и ты остаешься сам с собой, да. И не просто сам с собой, конечно, если ты сам с собой остаешься, то это какой-то, становишься каким-то там, не знаю, там, эгоистом. А именно сам с собой и с Богом. То есть вот меня от Бога уже ничего внешнее, лишнее не отделяет. Вот это вот такая, так сказать, духовная нищета. Духовная нищета. Вот, ну, может быть... Заставили улыбнуться. Человеку важно одиночество и молчание, поэтому человек женится. И того и другого у него становится практически ноль. Ну, здесь... И враги человеку, домашний его. Здесь нет, здесь на самом деле можно и... Ведь это же, понимаете, это же не всегда бывает такое внешнее состояние, да. То есть можно и быть в одиночестве находиться, да, и обуреваемым собственными помыслами быть, и так далее, и так далее. Вот, конечно, конечно, мы мирские люди, мы живем окруженные всем этим. Поэтому вот поэтому, собственно, нам так и тяжело. Поэтому нам так и тяжело. Поэтому мы и, возвращаясь к начатому, да, к сказанному, что мы поэтому и ждем, что что-то мы сделаем, и что-то должно в нас произойти, что-то должно измениться в нас видимым образом. Вопросы Неофита на радио «Вера», исполняющий обязанности настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги в Черемушках про Терии. Владимир Быстрый сегодня отвечает на вопросы Неофита. И вот пришла пора от общих вопросов перейти к очень конкретной теме, и вопрос может быть сформулирован очень коротко. Что мешает нам любить? Почему я выбрал именно эту тему? Дело в том, что сегодня 17 июля. Сегодня день памяти царской семьи, зверски убитой человеком. Завтра, 18 июля, день памяти преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны Романовой, зверски убита человеком. И вот так получается, не скажу, что случайно, в церкви ничего случайного нет, и в Священном Писании ничего случайного нет. Евангелие 17 июля, это Евангелие от Иоанна, 15 глава, самые, наверное, главные слова Священного Писания. «Сие заповедую вам, долюбите друг друга». И вот накладываются как бы вот слова Спасителя, и вот как бы мы услышали, Господи, вот что мы сделали. И сразу возникает вопрос, а почему так? Почему нам так трудно любить? Хотя, казалось бы, тебе же никто не говорит похудеть на 20 килограмм. Вот на 20 килограмм похудеть трудно. Любить как-то, ну, вроде как должно быть. Мало того, что нетрудно, еще и приятно, потому что ты таким образом создаешь комфортную обстановку вокруг себя. Ты любишь, тебя любят. Утром просыпаешься в радости. Никто не погибает зверской смертью. Никто не страдает. Дети не плачут, и все хорошо. Но, тем не менее, получается, что это самое трудное. И вот вопрос, почему? Что за преграда между нами и той любовью, которую ждет от нас Господь? Вот такая тема программы «Вопросы неофита сегодня». Начнем с того, что действительно ли эта заповедь самая важная? Ну, хочу сказать, что похудеть легче гораздо на 20 килограмм, чем любить. Потому что есть алгоритм, четкий алгоритм. Как? Вот если ты следуешь этому алгоритму, ты худеешь. Если нет, то нет. Видите, есть еще сосиски под копченые сыром. Но алгоритм есть. Теоретически, да. Нет, он есть и практически. С алгоритмом любви гораздо сложнее. Почему это самая важная заповедь? Потому что Бог есть любовь. Собственно, вот в чем радость, как раз вот говоря о радости, возвращаясь к радости, в чем радость христианства? В том, что единственная богооткровенная религия, когда действительно Бог открыл это, что Бог есть любовь. Что Он отец наш, и Он любит нас. И больше нигде этого нет. Есть какие-то философские рассуждения о любви, да. Какие-то там, да. Как надо любить. Тоже была попытка сделать там философами, какая-то попытка сделать такой алгоритм, как любить. Но она, увы, разбивается о человека, да. То есть такого алгоритма, видимо, нельзя сделать. Только можно получить такую любовь только в соединении с Господом. Ведь это Евангелие читается именно страстотерпцем, да. Именно вот Евангелие от Иоанна, именно она посвящена им. То есть это все-таки не случайно. Да, это не случайно. Это специально подобрано. А перед этим как раз Господь, в главе которой начинается, Он говорит о... Там много всяких очень слов таких. Это такая прощальная беседа, где Он говорит о том, что... О необычайном единстве, которое должна быть между Богом и человеком. И Он говорит о том, что Я вас избрал, да. Он говорит о том, что Я лоза, вы рожди, то есть грозди, да. Если грозди, так сказать, вот эти не имеют корня, они засыхают и их, так сказать, выбрасывают, да. То есть потом, ну, мы же знаем, что Господь говорит, Я и Отец одно, и так далее, и так далее. То есть здесь любовь, она подразумевает необычайное единство с Господом, которое мы достигаем нашей духовной жизнью. Мы достигаем нашей верой, очищением нашего сердца, потому что чистый сердцем Бога узрит, да, то есть нашим покаянием, и причащением тела и крови Христова, где мы действительно истинно соединяемся с Господом. Не как-то духовно, не в мыслях, да, а именно вот там Господь говорит, что «Едущий моё кровь, моё тело и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нём». Причём там греческий глагол стоит такой, который отвергает всякое такое вот философское как бы понимание. Там даже, по-моему, там весь не путаю, там даже можно перевести как «гложущий», да, то есть прям вот совсем такая физиологическая вещь. То есть это о единстве с Богом, о единстве с Богом. Мы знаем из Евангелия, что апостолы очень долго шли, так сказать, к пониманию, да, и только после сошествия Святого Духа на апостолов они поняли окончательно всё, да, но и читая послание святых апостолов, послание апостола Павла, мы видим, что даже это не до конца не... То есть мы всё равно понимаем, то, что нам дал Господь, это лишь зерно, которое в нас произрастает. Не зря апостол Павел говорил, что несчастный я человек не то делаю, что люблю, а делаю то, что ненавижу, да. Вот, и в этом... Ну, если даже апостол. Нет, ну это не если даже апостол, это на самом деле, это, так сказать, любой человек, это любой... Именно в чём ценность, так сказать, апостола в том, что они искренне говорили о себе, искренне говорили о себе, о своих переживаниях, о своих каких-то борениях даже, да, но при этом они понимали своё недостоинство, но при этом они делали то, к чему призвал их Господь. Вот, собственно говоря, вот... И наша задача такая же, да. Осознавая свою немощь, мы должны делать то, к чему призвал нас Господь. Прежде всего, к любви. К любви. Почему... Вы задали вопрос, да, почему у нас не получается любить, да, почему у нас так вот сложно это происходит? Здесь, мне кажется, здесь... Потому что мы всё-таки, несмотря на то, что мы читаем Евангелие и постулируем, как раз, что Бог есть любовь, и потому узнает, что вы мои ученики, что имеете любовь между собой, да, но мы понимаем любовь каждой как-то в своём, так сказать, понимании. А есть объективное, безусловное, точное и бесспорное понимание любви? Ну, вот апостол Павел об этом сказал, да, апостол в своём послании, апостол Павел об этом сказал. Вот. Что это такое, да? Что такое любовь? От долготерпения, а не о том, что любовь не ищет своего, да, радуется правде, не радуется неправде, радуется истине, не радуется неправде и так далее, и так далее, да, то есть всё это сказано. Вот. Но всё равно мы-то, мы-то, зная это, всё равно, к сожалению, вкладываем, как мне кажется, вкладываем во все эти, так сказать, определения своё какое-то понимание, да, и всё равно как-то реализуем это по-своему. Для одного любовь — это доверие, для другого любовь — это больше забота, для третьего любовь — это взаимопонимание. И беда в том, что, почему вы говорите, что хорошо бы любить, и тогда будет вокруг все спокойно. Но дело в том, что каждый, поскольку вкладывает свое понимание, то иногда эти понимания, различные акценты, они сталкиваются друг с другом. То есть я хочу больше доверия от объекта своей любви, а он ждет от меня больше заботы, например, или больше понимания. Вот и получается так, что люди не понимают друг друга. То есть каждый имеет какой-то образ идеальный, а другой человек не подходит под этот идеальный образ. И поэтому любовь, о которой вы говорите, о которой мы все говорим, она не реализуется, не работает. Почему? Потому что здесь мы сталкиваемся, конечно, со своими какими-то пониманиями, со своими желаниями, со своими взглядами. А договориться друг с другом очень тяжело. Если системно, и мы это признали, и мы это понимаем, и мы видим это и по событиям в истории, и по событиям сегодняшним. Мы видим, что она системно как-то не реализуется в нас, во мне, во всех. Может быть, она в принципе невозможна и является неким недостижимым идеалом? Ну, мне кажется, что принцип идеала и радость идеала в том, что он недостижим. Потому что если бы он был достижим, то он бы, как говорится, не был бы идеалом. То есть мы, у нас есть всегда, ну, понимаете, Бог, он, так сказать, в принципе, он непостижим. Это его, так сказать, одно из его, простите, так сказать, каких-то определений, свойств. Вот, мы можем бесконечно, и в этом-то и радость, что мы бесконечно приближаемся к нему, к идеалу своему. То есть это вот, это постоянно, поэтому мы постоянно находимся в движении, поэтому постоянно что-то подталкивает, и мы сами себя подталкиваем. Потому что мы, это не, ну, даже, знаете, как говорится, даже такой грубый пример, там, не знаю, там, построить дом идеально невозможно, да, потому что всегда можно найти место, куда там прибить еще какой-нибудь гвоздик, и станет еще лучше, да. Вот, извините за такое снижение, да, так сказать, такое, вот, но, а уж тем более, вот, в стремлении Господа. Идеал, да, на то он и идеал, чтобы быть недостижимым, но чтобы мы постоянно к нему стремились, бесконечно к нему стремились, бесконечно совершенствовали, ну, самосовершенствовались. Может быть, это произойдет, так сказать, уже в Царстве Небесном. Слушайте, я нахожу это довольно странным. Да. Давайте какие-нибудь, я очень люблю рассматривать какие-то сложные вопросы на простых бытовых примерах. Например, у меня есть идеал работы. Допустим, смотрителем маяка в Шотландии на берегу с видом на океан. И чтобы обязательно рядом была старая собака, дом и знакомый рыбак, который по утрам мне рыбу привозит. Вот это идеал моей работы. И я из месяца в месяц, из года в год пишу резюме, чтобы получить эту работу. А ее не получаю. Но в какой-то момент же надо себе сказать, подожди, ну, нет. Ты не учился быть смотрителем маяка, ты не умеешь, у тебя не получится. Давайте возьмем еще более радикальный пример. Хорошо. Пилот Боинга. Вот мне 45 лет. Хочу стать пилотом Боинга. И я из раза в раз пишу туда эти режимы, чтобы меня взяли в авиакомпанию на должность командира пассажирского судна. Не возьмут. Я не умею водить самолет. Я не учился водить самолет. У меня по зрению не получится. Вот. Какой смысл стремиться к идеалу, если идеал недостижим? Ну, вы немножечко, так сказать, совсем уж, извините, так сказать, упростили, огрубили. Можно привести другой пример. Когда, например, молодой человек стремится к какой-нибудь там своей обожаемой девушке, она его отвергает, да? То когда ему надо остановиться? Это жизненный вопрос очень, на самом деле, да? Многих это... Надо ли ему останавливаться, и когда ему надо остановиться? В самом начале. Да, вот именно. Так и с пилотом Боинга, со смотрителем маяка. Ну, со смотрителем маяка, я думаю, проблем нету. В общем, вы можете стать. Да, я тоже поймал себя на мысли, что нет ничего невозможного. Да, нет, ну, в принципе, это просто есть вакансии, которые там... Там, смотрители острова есть такие вакансии, смотрители... Ну, там можно, то есть, пожалуйста, это можно сделать. Дегустаторы шоколада, работ хороших много. Да, 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 да. Нет, здесь просто, ну, естественно, мы в данном конкретном случае мы ставим себе какие-то такие, ну, в общем-то, достаточно бытовые цели, да? И здесь об идеале я бы не говорил. Вот, например, ваша работа как журналиста, да, она тоже подразумевает бесконечное стремление вот к какому-то совершенству, да? Потому что, ну, не знаю, как вы, например... Ну, у меня, наверное, часто бывает, что что-то сделаешь, вроде... Там, прочтешь какую-нибудь лекцию, да? Вроде подготовился, вроде хорошо. Ну, естественно, ты выходишь и думаешь, что, ах, а вот уже в процессе лекции понимаешь, что, ах, вот надо было вот мне вот еще это, еще это, еще это и это. Я вот потому не мог там за много лет написать какой-то курс, потому что я каждый год я курс свой переписывал. У меня то, чтобы его, как говорится, расширять, я почему-то его садился и начинал переписывать. Это вот как раз вот пример такого плохого достижения, да, своего идеала, потому что надо было дорабатывать, а не переписывать. У меня какие-то новые концепции, новые взгляды. Вот, но это вот такие наши бытовые, наши, так сказать... Ведь человек же живет... У человека много целей в жизни, да? Есть такие цели, которые вот они, ну, как бы совсем сиюминутные, да? Есть какие-то там более долгие цели. А то, что мы говорим о любви к Богу, это цель жизни самая главная, определяющая все остальное, да, все остальные цели наши. И вот, и поэтому, собственно, она вот и бесконечна, так сказать, путь к этому бесконечен. Вопросы неофита на радио «Вера» протоиерей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги. В Черемушках я, Александр Ананев, не так давно, кстати, читал о княгине Ольге, отец Владимир. Святая, идеал деятельный, любящий, ну, по крайней мере, страну. Тот мир, который она взяла себе в ответственность. Женщина, сколько за ней на ее счету жестокости, княгини Ольги, и мстила, и приказывала убивать. И это не делает ее менее любимой, почитаемой и значимой. И Господь, как я уже упомянул, если видит засохшую лозу, он ее срезает и без сочувствия выбрасывает. Хотя, на первый взгляд, это ведь противоречит тем же словам апостола Павла о любви, про то, что любовь все покрывает. Засохла лоза, не засохла, ты ее бережешь, хранишь. Надеется на все, да? То есть, казалось бы, он должен хранить ее. Отсюда вот какой вопрос. А может быть, мы просто неправильно понимаем, что такое любовь. И, грубо говоря, вот сейчас скажу страшное, может быть, иногда и убивать надо, чтобы любить. Ну, вы правы в том, что, конечно же, наше понимание Священного Писания, оно, опять-таки же, вот мы как-то, Священное Писание настолько многогранно, да? Это не значит, что можно все объяснить, любую подлость объяснить им. Это, естественно, я не про это говорю. Я знаю людей, которые виртуозно это делают. Да, нет, это, 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 тут, как раз, ума особого не надо, да? Это, опять-таки же, алгоритмы есть, да? Алгоритм есть, как это делается, да? Вот. Мы говорим именно о таком вот, так сказать, широте понимания, да? О нелинейности, так сказать, понимания Священного Писания, в частности, нелинейности понимания промысла Божья. Мы ведь, вот не зря мы говорим, что Бог не познаваем, да? Не постижим, не познаваем. И действительно, мы не всегда можем это понять. И вот, да, действительно, вы право, право, право говорите. Например, вот княгиня Ольга, которая, да, она сделала, ну, для своей родины, для нашей Руси, сделала очень много, да, в общем-то. Блестящая управленница. Да, она блестящая управленница. Она выстроила потрясающую, так сказать, политико-экономическую, что называется, да, так сказать, структуру, да, тогда даже уже. И все-таки первые ростки христианства принесла она на нашу землю. И все-таки воспитала своего внука, да? В котором эти... В сыне не смогла. Тоже вот трагедия, да? Ну, она, кстати, про сына тоже достаточно жестко высказалась, да? Про своего любимого сына, да? Внука она как-то сумела воспитать или как-то он более, так сказать, был открыт для этого, да? Ну, может быть, действительно, здесь родителей мы мало слушаем, а бабушку с дедушкой как-то больше, да? Потому что родители воспитывают, а бабушка любят. Ну, может быть, да. Вот, при этом, смотрите, вот ее поведение, да, и, например, ее вот действительно жестокость, то, что это три раза она мстила, причем, ну, как-то изощренно, вот, и Борис и Глеб, которые... Могли они воспротивиться? Могли. Должны были? Должны? Ну, наверное, да. Ну, хотя от них особенно не... Не знаю, там, пусть историки меня не осуждают, но от них особо уже ничего не зависело, да? Там они все-таки не были такими политическими игроками, они были, так сказать, вот в потенции какой-то, потенциально, да, так сказать, опасные, а так от них, в общем, особо ничего не зависело. Вот, и вот, раз сегодня такой день, то, конечно, очень сложный вопрос, как, ну, нельзя оценить, конечно, как надо было поступать императору Николаю II, да, конечно, нельзя было святому старстотерпцу, но мы не можем это говорить. Я каждый раз, когда... То, что вот я побывал недавно, ну, пару лет назад в Екатеринбурге, посмотрел на все это, вот, потрогал, походил, и это, конечно, ну, это на сердце раны огромные до сих пор, да, вот, но многие же говорят, что, а почему не воспротивился, почему не начал репрессии, почему он не начал, там, зачистку каких-то, так сказать, предательских элементов, которые были, которые он видел, он же сам писал, что вокруг обман и предательство. Почему он именно пошел вот на... по пути такого смирения, как Борис и Глеб, а не как, так сказать, равнопостальная Ольга, там, взять всех плохих, убить, да. Ну, и многие историки обвиняют его в этом, что вот как политик, там, и так далее, и так далее, и так далее, да. Но церковь, она судит не поэтому, как-то, и народ Божий принимает своих святых не по каким-то политическим, там, или экономическим достижениям, да, а по сердцу и по вере, да, и действительно это произошло, и вот народ принял это, да, именно такое вот, такое вот мученичество, старстотерпчество, да, вот хотя, по идее, надо было всех убить, всех плохих убить. Собственно, что потом и стало происходить, да, ведь это же, это же не, так сказать, его подвиг и подвиг царской семьи, он же не избавил Россию от мучений, да, но это дальше уже мы, так сказать, попадаем уже, не будем даже сейчас об этом говорить, покой-то совсем. Давайте напрямую спрошу. Вспоминается шутка. Что собрались однажды все хорошие и убили всех плохих, и в мире воцарилась любовь и радость. А любовь допускает убийство? Нет, не допускает, не допускает. Но не хочется этого говорить. Но Бог же убивает. Но, ну, нет, здесь не надо, здесь, здесь все-таки это, так сказать, богословский очень, так сказать, это такой, все-таки не Бог убивает, а мы убиваем. Если мы даже в Библии читаем, там, что, да, то все-таки это некое, такой антропоморфизм, как это называется, да, то есть то, что мы, ну, приписываем Богу какие-то... Если мама мне говорит, надень шапку, потому что очень холодно, да, а я ее не надеваю и заболеваю, это же не мама виновата. Уж простите тоже за такой простой пример, да. Вот, виноват я сам, потому что я и заболел там менингитом и умер. А как же великий потоп Содома-Гамора? Не, ну, здесь, здесь просто какая-то вот чаша переполняется, да, и мы говорим, что Бог, так сказать, уничтожил, да, Богу. Но я еще раз говорю, что это, скорее всего, это, как многие толкователи говорят, что это, ну, приписывание Богу неких таких вот человек. Ну, там, Бог наказал, там, там, святитель Николай, там, обиделся, как, ну, в народе, как говорят, да, там, разозлился, рассердился. Ну, то есть это из серии алкоголик пил, 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 а потом его Бог наказал, у него печень заболела. Да, 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 вот типа того, что, да, потому что Бог мог бы сделать так, чтобы, а еще что, смертный испьет, ничто, ничто же не говорит. Мог же так сделать, если, ну, многие так, кстати, и говорят, да, вот это к вопросу об оправдании, да, священным писанием, можно все оправдать. Но этого не происходит. Почему? Ну, потому что это абсурд, да, потому что если, там, действительно, я, там, врежу своему здоровью, то, естественно, тут не Бог виноват. Но, страшно сказать, но существуют такие ситуации в жизни, в мире, да, когда, ну, по-другому просто не получается. Это тоже очень сложно понять, и, так сказать, такой не совсем современно, так сказать, в современности популярное, я думаю, такое мнение, да, что, ну, ну, не получается по-другому, ну, не понимаем мы по-другому. Не понимаем. Поэтому, вот, можно сказать, чаша терпения Господа переполняется, или мера беззакония в мире, лучше даже, так сказать, мера беззакония в мире переполняется, да, и приводит вот к такому выплеску, да. Так же, как вот алкоголик пил-пил и умер, да, так и здесь. Человечество, так сказать, вот, занималось как неизвестно чем, да, умножило эти беззакония, которые сейчас множатся, и в какой-то, в какой-то просто, геометрической прогрессии, да, или там уж не знаю какой там экспоненциальный, вот, просто все это вот рвануло вверх. Ну, значит, по-другому выход только такой. Это отрезвляет очень хорошо, потому что вот эти вот мучения, эти страдания, которые мы претерпеваем, они очень хорошо отрезвляют. Вот, по-другому не, просто по-другому не получишь. Так же и в революции было, да, то есть все жили тихо, спокойно, вера терялась, вера становилась такой бытовой, там, великий пост, значит, постный рынок, грибочки, там, эти грузди, там, моченые маринованные яблочки, там, и прочее, прочее. То есть все свелось с каком-то вот таким вот, какому-то обряду верию, да. Вот, а почему старцы появились, оптинские в частности, да, потому что, ну, вот, надо было как-то неформально подходить, как говорится, не по правилам, не по закону, а по сердцу. Поэтому к ним все и рванули, поэтому все побежали к старцам, да, потому что увидели, вот, именно увидели эту любовь к Христову, да, в них. Они могли иногда отругать, они могли там как-то пожурить, они могли дать какую-то эпитемию, и так далее, и так далее. Вот, но была любовь. А большинство, почему стали громить церкви, да, не потому что, даже не потому что большевики там дали команду. Очень часто это происходило просто вот потому что люди потеряли веру. У людей не было веры. И не всегда это были какие-то там заскорузлые, там, закоренелые какие-то там маньяки-убийцы, да. Иногда это были просто люди, которые потеряли веру, которым... А потом им сказали, что Бога-то нету. Они говорят, а мы-то мучились-то, как хорошо-то. Оказывается, его нету. И, так сказать, понеслось. И вот после этого наступило такое тяжелое похмелье. Тяжелое похмелье, которое длилось очень долго, и не знаю, кончилось ли оно. Да, это особенно очевидно вот для меня лично стало во время недавней поездки в Сербию, когда я пришел в храм и был поражен тому, насколько там много молодых парней, которые приходят в храм группами. Друзья видно, что друзья. Видно, что приходят постоянно, регулярно. Думаю, сначала думал, что это какой-то феномен, не объясним. Потом думал, ну, какой же тут феномен? Это вот эта вот большая и страшная эпоха, когда разрушалась намеренно и целенаправленно все это. И, конечно же, сейчас у нас иначе. Дай бог, если там через 40 лет возродится. Хотя уже практически 40 лет прошло, да, после 30? Сейчас уже маятник качается в другую сторону опять, по-моему, в сторону, так сказать, охлаждения. Потому что как-то и ковид, и СВО показало, что, в общем, народ-то прям не то, что прям бросился в церковь. Понимаете, так, в общем, все достаточно так прохладненько. Как мне кажется. Может, я, конечно, не прав, но вот со многими я говорю, и такое вот, как бы, такое мнение существует, да, то что, ну, прохладненько. Хотя, казалось бы, эпидемия, там, например, или, там, вот сейчас то, что происходит, ну... Конечно, бегом в церковь. Куда, куда еще? Нет. Есть предположение у меня, я вот сейчас вас слушал, думаю, что мне все это напоминает, почему, 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 а потом вспомнил любимейшее высказывание Григория Померанца про то, что дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за святое правое дело. Попробую дать свое определение любви, которой нам не хватает, оно бы звучало так. Умение любить заключается в умении вовремя сказать себе стоп. Ну, да, очень-очень-очень-очень. Чем, чем бы ты ни знал, в хорошем плане, в плохом плане, в очень хорошем плане, когда ты размахивая мотыгой, бросаешься на соседей, потому что они не правы, а ты прав, и ты вот сейчас за любовь всех положишь. Вот. Ну, то есть, просто вовремя сказать себе стоп. И это то, чего не хватает, очевидно, всем и всегда. Потому что пока не прогорит, видимо, не сдвинется с мертвой точки. Ну, да. Ну, вот, возвращаясь к царской семье, да, с трастотерпцем, конечно, вот, видите, их выбор был в пользу такой вот любви, да. Вот, любви, действительно, тихой, смиренной. И, конечно, не факт, что надо было им поступать, как, там, княгиня Ольга, да. Вот. А может быть, именно так и надо было поступить. Почему? Потому что это для нас является огромным примером и каким-то вот вдохновлением, да. Мы вдохновляемся такой, таким смирением, таким, так же, как вот, и почему так быстро приняли и так быстро канонизировали Бориса и Глеба, да. Потому что абсурдный поступок. Можно было убежать, можно было, там, я не знаю, сопротивляться. Ну, максимум, минимум убежать можно было просто, да, пожалуйста. Так же и царская семья могла уехать куда-нибудь, да, хотя их особых не принимал, ни из их родственников, никто, да, но что-то можно было сделать. Они замерли. Как бы, так сказать, понимаете, вот, замерли. И вот в этом, как раз, может быть, даже бездействии таком, это вот и проявилась какая-то любовь к Богу, доверие к Богу. И для нас это является огромным примером. Не знать, что мы должны тоже так замирать и вообще ничего не делать. Это очень, понимаете, во всем нужно быть, мы должны быть мудрыми, как змеи, да. То есть мы должны понимать ситуацию, в которой мы находимся. Что сделать? Иногда надо замереть, иногда надо, там, уступить, иногда надо наоборот что-то такое, так сказать, настоять на своем, в этой, в своей любви, да. Но, ну, когда это делается в любви, то, ну, родители наказывают своего ребенка, да, даже шлепком, что сейчас, как бы, вообще считается, да. Но если это в любви, если это в раздражении, то это плохо. Если в любви, то это приносит огромную пользу. Так и здесь. Вопросы Неофита на Радио Вера про Терри и Владимир Быстрый, исполняющий обязанности настоятеля храма святого равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги в Черемушках. Вопрос задам, который я не планировал задавать, но вы сейчас неожиданно повернули эту тему в новом свете для меня. Ипатьевский дом. Семья императора. Император с девочками под дулами этих пистолетов. Я знаю, что он в этом мгновении молится. Молится, чтобы Господь уберег, спас, чтобы эта чаша как-то прошла мимо. Чаша не проходит мимо. Хотя, мы оба знаем, что в силах Бога было ее отодвинуть и спасти. И императора, и девочек. Господь может это сделать, но он этого не делает. Почему? Хотя мы знаем, что Бог это любовь. И уж императора и вот этих вот девчонок близких к святости, мы о них знаем, мы о них читаем, они невероятные. Кого, как не их, что называется. И вот она, любовь. И вот Господь. И вот он может их спасти. И вот он смотрит на них и не спасает. Логика другая совсем. Не наша логика. Не прямая такая. Бинарная, как говорится. для святости, ну, я не знаю, простите, как говорится, я так говорю, ну, просто на основании каких-то чтений, каких-то книг, бесед каких-то, можно сказать так, что для святого человека логика совсем другая. То есть он не борется за выживание. У него нет чувства самосохранения. Ну, разве император в это мгновение не хотел жить? Как Господь говорил, что но не моя воля да твоя да будет. Да мимидит чаша сия, но как ты хочешь, как надо. Не знаю, понимаете, здесь вот я просто почему так могу говорить, я очень часто, ну, как там многие священники, ну, и вообще многие люди, когда беседуешь, например, с каким-нибудь там тяжелым онкобольным, который вот уже умирает, да, то некоторые находятся в дикой растерянности, озлоблении, каком-то там почему, за что, я не хочу. А очень часто я встречал таких людей, которые, понимая, что вот им осталось буквально вот считанные там дни, если не часы, да, и вот отступает волнение, это просто видно вот по лицу даже, вот я там ходил, там чуть ли не каждый день причащал, там нескольких людей, да, таких вот, ну, он запрещал, и видно, как боль есть, физическая боль есть, но отступает какое-то волнение, какое-то переживание, и человек, вот, как вы говорите, радуется каждой минуте, то, с чего мы начали, да, засыпаю радуясь, да, и просыпаю радуясь, да, и вот он, вот своему существованию, этому жуткому, болезненному, и обреченному на смерть, да, он радуется, он спокоен, каждая минута жизни приносит ему какие-то духовные открытия, которые он даже не всегда может высказать, это я не выдумываю, это просто, так сказать, можно сказать, передаю разговоры, да, почти дословно, да, я понимаю, о чем вы говорите, и ты понимаешь, что, когда, когда выходишь из комнаты, все родственники обступают, ну, ну, как, ну, что, ну, сколько, ну, а человек уже совсем, он в другом, как бы, измерении живет, и это не все так, и это, и это непонятно, вот непонятно, как, как такого, то, что, конечно, ну, так вот хочется жить, да, вот скажи сейчас там мне, например, да, нет, нет, я скажу, что я хочу жить еще, то, что мне еще, есть у нас еще в жизни дела, как говорится, да, вот, а там уже все, уже, вот, как вот мы, когда я говорил, может быть, именно это, когда отступает вот все, и когда действительно ты остаешься один, на один с собой и с Богом, а все лишнее, оно отмирает, в прямом смысле слова отмирает, вот в данном случае, да, слученка в прямом смысле слова начинает отмирать все лишнее, все человеческое, как бы, да, вот вся вот эта вот дебелая плоть, она отмирает, и остается человек и Бог, и никаких преград уже нет, и тогда уже совсем другая логика включается, мы, конечно, не знаем, что переживали в этом подвале, царская семья переживала, но вот, наверное, это, мы можем и представить, и поэтому, и поэтому Господь, и поэтому Господь, ну, как многие тоже говорят, что, ну, как бы, такое решение, что ты уже сделал все, что ты мог сделать здесь, сейчас, да, вот я вчера, позавчера ездил, там, в подмосковное, в Калужской области, село Недельное, такое, там были бои, и там у моих знакомых родственник погиб там, да, и мы туда ездили, панихиду служили, и там храм был, да, который был разрушен, а рядом станция Газпрома была, спортивная, и ездил какой-то крупный чин из Газпрома, увидел храм, ну, кратко скажу, восстановил его, за год, под роспись, и умер после этого, вот, может быть, действительно Господь сказал, что ты вот, там, сделал самое главное дело своей жизни, все, ты готов, пошли, ну, это не наша человеческая логика, это какая-то другая логика, не грамм справедливости, не-не-не, никакой, никакой справедливости, если бы Господь был справедлив, но это уже известно, да, все уже говорят, то все, как говорится, сейчас все произошло бы, да. Мы начали с вопроса, почему все дураки такие не лечатся, вам как, священнику, ответственному за богослужение в храме, при научном центре судебной и социальной психиатрии, имени сербского, вопрос, такой, понятный, актуальный, у меня было желание начать этим вопросом и закончить, я закончу немножко другим вопросом, но из той же серии, от любви до ненависти, может быть, один шаг, неспроста же люди это придумали? Ну, нет, как-то это, какая-то красивая, красивое оправдание, мне кажется, все-таки, то есть, ну, если так, то тогда это не любовь, а просто не, одна ненависть сменяет другую ненависть, самолюбование, если любовь понимать как самолюбование, страсть, страсть, да, то тогда, да, тогда, да, тогда один шаг, но это сплошь и рядом, когда мы говорим, что я люблю тебя, это, как правило, я хочу обладать тобою, да, то есть, ты мой, ты мое, ты моя вещь, да, то есть, для очень многих, мы к сожалению, так живем, что вот, может быть, сказать, с этого надо было и начать, и продолжить, да, тем, что для нас любовь, это прежде всего обладание, а не отдавание себя, я иду, вижу, растет цветочек красивый, очень красивый, я его срываю и сажаюсь там в петлицу пиджака или в стаканчик, он через 15 минут засыхает, вот, а так бы рос, и порадовал бы еще какого-то, но я хочу обладать им, увидел, вырвал, так мы к людям тоже относимся, увидел, вырвал, засох, выбросил, и еще обиделся, а что это ты засох-то, вот тут как раз вот от любви до ненависти, от такой любви до ненависти, действительно один шаг, отдай себя, вот может быть поэтому мы и не можем любить, и не понимаем, что такое любовь, потому что не можем, во-первых, благодарить, и не можем отдавать себя, потому что всегда хочется что-то оставить себе, опять-таки же, отдание себя, это не значит раствориться вообще во всех там, каких-то там этих капризах, там каких-то там, да, потерять свою личность, нет, совершенно не об этом речь идет, но суметь даже вот свою личность зрелую, во-первых, надо ее вырастить вначале, эту личность в себе, да, а потом ее отдать другому человеку, чтобы он тоже смог, так сказать, чтобы расти вместе дальше, вот, если это взаимно, извините, если это взаимно, тогда получается любовь, взаимности, к сожалению, не всегда она бывает, поэтому вот и такой дискомфорт, дисбаланс, и поэтому мы и задаемся вопросами, а что же такое, я же столько ему дал, или там ей дал, да, а в ответ тишина, в лучшем случае. Если сейчас кто-то, как я, задается вопросом, почему мы любить не умеем, и как научиться следовать этой заповеди Христа, мы с отцом Владимиром тут как-то через сито трясли, трясли, и вот у нас на сите осталось зернышко такое золотое практического совета в любой ситуации, вот прямо сейчас, или когда возникает какой-то конфликт, или когда там любви становится меньше, а возникает какая-то там, я не знаю, когда хочется написать что-то тяжелое, там злое или еще что-то, можно задать себе вопрос, вот о котором сказал отец Владимир. А я здесь отдаю, или я здесь забираю? А что я забираю, и как мне это не забирать? А что я могу отдать, и как мне это отдать? Это очень простой вопрос. Он не про любовь непонятную, а про очень конкретные действия. Еще очень важно, а что ждет другой человек, который как-то напротив меня, что он ждет? Ну, чужая душа потеет, я не знаю, что он ждет. Ну, вот, надо как-то проникнуть в это. Я очень хорошо знаю свою жену, например, да, то есть я ее очень хорошо знаю. Спросите меня, я знаю, чего она ждет? Ну, я думаю, что да, в принципе, не, ну, конечно, бывают какие-то совсем такие уже прямо... Я могу придумать себе, чего она ждет, и принести ей в подарок. существует больше, можно поговорить, например, да, можно как-то... А я не знаю, я не знаю. Обсудить. Я не знаю. Более того, я вам точно скажу, она не знает, чего она хочет. И вот я не знаю, чего я хочу. Очень часто. Вот ответ на вопрос, почему мы такие дураки, потому что они не знают, чего мы сами хотим. Вот и еще один практический совет. Слушайте, я вам очень благодарен. Видите, у нас целая стопка практических советов набралась. Может возникнуть у вас, друзья, ощущение, что ведущий как-то вокруг да около понакидал вопросов и как-то тему не раскрыл. Возможно, так и есть. Но я задал те вопросы, с которыми ехал сегодня на встречу, и отец Владимир дал на них очень глубокие и точные, хирургически точные ответы, за что я ему благодарен. А если у вас остались вопросы, вы пишите, пожалуйста, и в следующий раз мы продолжим разговор уже более предметно. Спасибо вам, дорогой отец Владимир. Спасибо вам. А про Таирей Владимир Быстрый, исполняющий обязанности, настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира и святой равноапостольной княгини Ольги в Черемушках. Помолитесь сегодня за членов царской семьи, за святых царственных страстотерт, за преподобную мученицу Елизавету Федоровну Романову и за всех, кто безвинно страдает сегодня. Александр Ананьев, Радио Вера. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин